Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС вновь на связи. В эфире передача Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Итак, цифры статистики. С начала года в столице на пожаре ИЧС спасатели совершили почти 2000 выездов. На пожарах погибло 8 человек. 40 человек пострадало, 210 удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее подробности ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Началась неделя в столице без происшествий. В понедельник серьезных пожаров в МЧС не зафиксировали. Во вторник вечером в Минске из-за пожара в подвале многоэтажки эвакуировали 5 человек. Огонь вспыхнул по улице Радужной. Загорелся матрас, который, видимо, принес в дом бродяга. Без сознания мужчину обнаружили спасатели и передали медикам. Незнакомец не только отравился гарью, но и получил ожоги 20% тела. В целях безопасности спасатели с использованием масок из вышерасположенных квартир эвакуировали еще 15 жильцов. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавших. В ночь со среды на четверг на пульт дежурного поступило сообщение о сработавшей системе извещения АЧС. Сигнализация сработала по улице Бельского. По прибытии спасателей выяснено, что в торговом зале продовольственного магазина произошло загорание холодильника 2012 года выпуска. Пожар был вовремя ликвидирован. В результате огненных игр были повреждены холодильники, стеллажи с товаром, закопчено помещение торгового зала. К счастью, обошлось без пострадавших. Рассматриваемая версия пожара – короткое замыкание электропроводки холодильника. Минск чрезвычайно. Неприятным выдалось раннее утро четверга. Помощи спасателей попросили в службе 103. С козырька подъезда одного из домов по улице Космонавтов требовалось снять мужчину. По приезду бригады оказалось, что неработающий молодой человек 87-го года рождения выпал из окна 4-го этажа и при падении зацепился за козырек подъезда. После оказанной помощи мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом перелом правой ноги. Причина происшествия устанавливается. В самый банный день недели, в пятницу, спасатели тоже отправились в баню. Однако не мыться, а спасать ее от пожара. По улице Гурского загорелась деревянная обшивка парильного отделения бани. В результате пожара были повреждены перекрытия, кровли и элементы стропильной системы. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей. Хорошо обошлось без жертв. Минск чрезвычайный. Ночью с пятницы на субботу на 101 поступило сообщение о том, что по улице Герасименко произошло загорание в моторном отсеке микроавтобуса «Форд Транзит» 2003 года выпуска. Огонь мгновенно перекинулся в салон автомобиля, а после и на соседний легковой автомобиль «Форд Эскорт» 1997 года выпуска. Прибывшие на место пожара спасатели справились с огнем оперативно и обошлось без пострадавших. Однако огненная стихия не оставила автомобили в покое и в выходные. В субботу по улице Скорины полностью выгорел неэксплуатируемый легковой автомобиль «Митсубиси Лансер». Предполагаемая причина пожара – поджег. И в воскресенье еще один «Митсубиси Лансер» вспыхнул уже в другом конце города – на улице Переходной в партизанском районе столицы. В результате пожара, брошенный кем-то авто, уничтожен полностью, а рядом на площади нескольких десятков метров выгорела трава. Однако пока не ясно, было это неосторожное обращение с огнем, приведшее к загоранию травы, от которой вспыхнул находившийся на зеленой зоне «Митсубиси», или же это был поджег автомобиля, от которого впоследствии загорелась трава. Это предстоит установить специалистам. Продолжаем. Глубокой ночью с воскресенья на понедельник на улице Мозырьской загорелся частный дом. По неустановленным пока причинам произошло загорание имущества, деревянных элементов мансардного этажа и кровли. К счастью, никто не пострадал. По данному адресу прописано 11 человек, 8 из них находились дома на момент пожара и самостоятельно покинули горящее жилище. Как выяснилось, автономные пожарные извещатели, которыми было оборудовано жилище, не сработали из-за отсутствия батареек. На месте пожара сейчас работают специалисты, которые установят причину происшествия. Ну что ж, о пожарах и происшествиях на этом все. Минск чрезвычайный. В конце хотелось бы напомнить, что 25 июля в эту субботу спасатели будут отмечать свой профессиональный праздник – День пожарной службы Республики Беларусь. Мы приглашаем всех желающих в субботу к парку имени Горького. В 11.00 состоится парад техники и оркестров, а после праздник продолжится в парке, где все желающие смогут увидеть праздничный концерт с участием звезд. Также взрослые дети смогут попробовать себя в роли спасателей, увидеть технику и вооружение огнеборцев. Приходите, будет интересно. А еще мы проводим конкурс на лучшее селфи-поздравление для спасателей. Подробности об этом на нашем сайте 112.by.com Ну что ж, а на сегодня это все. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова